Мы не несем ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. Итак, снова здравствуйте. Привет, друзья. Сегодня мы продолжаем разговаривать на фармакологическо-анаболические темы, обсуждать ошибки. В прошлом видео, те, кто не смотрел, переходите по ссылочке внизу в описании. Мы с чемпионом мира, чемпионом Европы, легендарным бодибилдером России, не побоюсь этого слова, обсуждали ошибки, которые начали обсуждать. И сегодня мы продолжим. Остановились мы, если я правильно помню, на сахаре. Про сахар еще, по-моему, я не успел рассказать. Хотел как раз-таки рассказать, и у нас время подошло к концу. Не хватило эфирного времени. Прошло время прощаться, да. Так что, дорогие друзья, заваривайте чаечек, стругайте полезные огурчики, и мы начинаем. Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов «Мистер Юниверс WFF Корея». 23 июня 2019. Сеул, Южная Корея. Итак, Андрей, расскажи, пожалуйста, ты сказал, что, соответственно, ты не посоветовал бы отдать себе самому в прошлом употреблять сахар. Что бы я посоветовал, да, я бы сказал себе убрать сахар. Потому что сахар – это у нас провокатор, да, провоцирует все воспалительные процессы, начиная с кишечника и заканчивая даже с вязкими суставами. Будет такой момент. Вот, и, соответственно, раньше я, когда был на массонаборе, я увлекался тортиками, чтобы набрать мощную массу побольше, то есть калорийность за счет обычных продуктов. Ну, сам знаешь, да, не получается съесть только рис, курицы. И думаю, дай-ка закинуть еще полторта прям. Покупаю торт от палочек какой-нибудь там жирный, съедаю, думаю, класс, все, калорийность. Набрал, все, можно спать спокойно. А не тут-то было. Были некие проблемы с кишечником. Ну, сейчас уж не припомню точно, но сейчас просто вот, исходя из своих лет уже, глядя вот туда, назад, в прошлое, я бы, конечно, первой моей рекомендацией – убрать сахар, убрать все сладкие продукты и стараться набирать, даже, знаешь как, стараться набирать за счет полезных жирных кислот, то есть растительных маслов, орехи, масла. В те времена я это не использовал, к сожалению, это была моя большая ошибка. Сейчас можно калорийность набирать за счет масла того же. Я вот сейчас беру, например, масло грецкого ореха, масло горчичное, кукурузное, кунжутное. Ну, они все очень вкусные. Добавляешь там 2-3 столовые ложки в рис, в кашу, и просто гречка на воде превращается в очень вкусную кашу, можно ее наворачивать. А можно вместо 2-3 или 4 ложки налить и так же спокойно все съесть. Будет вкусно, и калорийность таким образом будет повышена, соответственно. Скажи, пожалуйста, вот бытует мнение, опять же, вот, ну, прям такое общее, ютубовское, массовое, что если ты употребляешь какие-либо фармакологические средства, особенно анаболические стероиды, это все простит. То есть можно есть сахар при этом, то есть это все меняет. То есть вот мнение... Внешне, да, внешне это все меняется. Почему я и думал, что да, сахар не вреден, что там, торты поел, у меня все сгорело, все на мышечный рост. Но самое печальное, о чем мы не знаем, это мы губим себя изнутри. Внешне вроде все хорошо, но впоследствии через несколько лет, через, может быть, даже через десяток лет, это все аукнется, что, собственно, и у меня тоже самое и произошло. Но об этом мы подробнее расскажем чуть позже. Сейчас все поэтапно, просто чтобы не перескакивать с темы на тему. Но главное мы зафиксируем, что, грубо говоря, нет чудо-средства, которое позволило бы нам, ну так, согрешить. Да, вот есть поэтапные, поэтапные у нас развитие есть, и никак нельзя из точки А в точку Б срезать угол, когда вот бегуны, мы раньше в школе бегали, помнишь, в школе бегали, бежишь такой, думаешь, дай-ка я срежу угол. А у нас учитель, он с биноклью стоит и смотрит, и все, прибегаешь, он тебе два ставит. Да, да. А ты вроде срезал немножко, а два оценка получил за то, что срезал. Ну, вот здесь такая же аналогия. Ну, отлично, это мы зафиксировали. Следующий вопрос, соответственно, хотелось бы остановиться подробнее, да, вот мы даже за кадром обсуждали, ты говорил, что у тебя есть дневник, что ты очень фиксировал все свои соответствия. Да, но, к сожалению, я его начал везти уже спустя сколько, 2000, что он начал, в 2011 только, в 2011 году только уже прям все-все, вот любую инъекцию, любую таблеточку, даже взять там анострозол, тот же самый, все это было зафиксировано, и по сей день этот дневник у меня дома хранится, да, даже не хранится, а ведется так же, я его буду так же везти, там такая вот толстяная серая тетрадь, книжка, ежедневная. Скажи, пожалуйста, вот спустя такое огромное количество опыта, все же нас смотрят из-за все-таки препаратов, видео называется, тоже заявлено, как фармакология, вот касательно, опять же, не только даже анаболических стероидов, любого фармакологического средства, если это там не какой-то БЦА условно, да, вот, что бы ты себе посоветовал не делать? Вот спустя вот это время. Сразу скажу, что это те, именно те препараты, которые вызывают не улучшение силовых всего-всего, не улучшение самочувствия, а ухудшение, что происходило, к примеру, когда я пробовал делать миксы, но тогда это были не миксы, а именно там сустанон, прям сустанон, все, не было никаких, сейчас миксы делают там, что только не на месяц, вообще просто до головы хватаешься, вот. Раньше был вот этот самый известный сустанон, у меня с него был, вот, после инъекции сустанона была ломка сутки, и только под сутки ломка прям ужасная. Да, я, кстати, вчера открыл дневник тех времен и посмотрел, и пишу прям, сам себе записи сделал такую, температуру держалась сутки, ужасная ломота в ногах, ходить невозможно, то есть даже до того доходило, что было ходить больно, то есть боль в костях, именно в костях, в связках, все суставы, все выворачивало, и только пройдя вот эту ломку, это у нас называется пирогенный эффект, как ты знаешь, да? Вот, вот таких бы препаратов, таких бы препаратов я избегал бы. А какая дозировка сустанона была? 250 в неделю. 250, даже в неделю? Разгонная была 250 в неделю, а потом на максимум я выходил на каждый пятый день, на каждый пятый. Почему-то такая у меня. Я сейчас уж не припомню, я суставон давным-давно не делал уже, но в документальном виде это можно все посмотреть, почему именно. Я все это писал, расписывал. Вот, максимальная дозировка такая была. И самый максимум, когда, ну, это уже не в 11-м году, по-моему, это позже было, это суставон я делал раз, например, понедельник, так, понедельник, всегда четвертый, пятница, понедельник, пятница. Через три дня на четвертый, вот так. Это был пик. Еще и потому, что вот это надо было ломку переждать. Два дня, два дня была активная фаза, потом снова инъекция, опять ломка. И к этой ломке не было привыкания. То есть надо было, вот я знал, что так, у меня сегодня инъекция, я еще так выгадывал, чтобы поменьше работы было как-то вот, чтобы я, короче, перетерпел вот это все, ну, там, и бупрофен тоже пил. Вот такие вот вещи были. И они сейчас знают тоже, у многих ребят это происходит. И нет бы вот просто задуматься и взять и отменить. Ну, куча же препаратов разных. Выбирай на свой вкус, который тебе подходит. Используй его для пользы. Ну, как бы у нас астероиды все равно, это же некая польза идет. Ну, польза в каком плане? Ну, условно, конечно, да. Это же медицинский препарат. Если их делать с головой, то польза, никто ее не отрицает, естественно. Просто злоупотребление и неправильное применение препаратов ведут вот к таким вот последствиям печальным. Опять же, у нас идет индивидуальная непереносимость. Были ребята, которые делали сустанон той же фирмы, Органон, самая известная на те времена была фирма, бренд, мировой бренд. И у нас в зале были ребята, которые делали сустанон, у них не было никакой температуры, ничего, просто вот. Ну, как правило, как я сейчас могу это подтвердить, это первая группа крови. Я не знаю, как это связано, но ты сам тоже знаешь, что первая группа крови, это у нас самые выносливые, сильные люди, у них обмен веществ лучше работает, обменка, но у них только одна проблема, иммунитет у них самый сильный у первой группы крови. Это, опять же, по моим наблюдениям, я потом их перечитывал, например, сейчас чуть-чуть отвлекся, но я про первую группу прям хочу сказать отдельно. Это важно, я потом даже немножко от себя расскажу тоже заветку. Да, интересно будет тоже тебя послушать. Первая группа крови у нас, это самые уникальные люди, которые предрасположены к спорту, вот прям заточены под спорт. У нас все олимпийские, ну, ладно, не буду говорить, все, большинство олимпийских чемпионов, это первая группа крови. Это самые выносливые, самые сильные люди, у них иммунитет, у них же КТ правильно работает, то есть это люди-обжоры. Им труднее контролировать еду, чем нежели, как мне, например, ее считать для того, чтобы впихать, да, я даже вот торты ел для того, чтобы калорийность набрать. У первой группы такой проблемы вообще нету. Вот сколько у меня было людей, да, я не побоюсь этого слова, у меня уже вот за мой 15-летний опыт тысячу человек я точно вот проконсультировал, потренировал, у кого-то были результаты, но даже, наверное, более того, более, это называется контакт, да, у нас касание, как-то, так что-то легкое касание, когда идет взаимодействие, это уже контакты и там так далее. Но эту тему мы не будем сейчас освещать. Вот. Первая группа, вот, а почему я начал про первую группу крови? Потому что реакция индивидуальная. А, да, вот, на суставон. Первой группы, как правило, нет температур, вторая, третья, четвертая, все, как под... Короче, я, знаешь, как называю, первая группа, первый сорт, все вторые, второй сорт. Вот, ну, это смех смехом, но это вот, к сожалению, так. Но опять же, это не повод отчаиваться, да, людям со второй там группой крови? У меня вторая группа крови, я чемпион мира. Вот, пожалуйста. Да, только больше сил нужно. Но у первой группы есть один минус, все равно у них есть кисечок, ложка дегтя в бочке меда. Им трудно держать себя в форме, в плане того, что чуть лишнего съел, все, прям жир моментальный, жир, водичка. Вот, это тоже, прям, факт. Он, и не только это мои наблюдения, это можно почитать в интернете, загуглить, на это делали исследования, проводили исследования, все это вот подтверждено. Да. Ну, дорогие друзья, я что могу сказать? Здесь, наверное, тоже немного, даже на себе могу параллель привести, вот то, что... У тебя как его? У меня первая группа крови. Первая? Да. Вот, среди, ты у тебя бы со стороны... Ну, ладно. Вообще никакой реакции нет. Нет, я это снимаю, то же самое я снимал на цепионате, когда я был, ну, просто не могу, не могу сказать, что я про все снял. Слушай, ты претендент, ты претендент, я тебя готовить надо к соревнованиям, чего? Когда-нибудь, надеюсь, еще подготовлюсь. Вот, но так, да, и вот когда я снимал, я на цепионате снимал, 250 цепионатов ставил, ну, просто я выбрал время, чтобы не стрессовать, побольше кушать, ну, проблем, ну, она грязная масса набирается у меня всегда, это то, о чем ты говоришь, это гиперинсулиномия, все правильно, есть я могу себя заставить, но очень много жидкости потом, вот особенно отеки, это прям вообще беда. Ключевое слово не заставить. Вот. Да, не заставить, ты хочешь кушать. Да, 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 все правильно, да. То есть, у меня даже нет с этим проблем никаких, нажрать. А вот скинуть, да, это проблема. Главное вовремя остановиться. Да, да, все правильно. Так что вот, дорогие друзья, даже не надо никаких, ну, там исследования, кому интересно, можно погуглить, можно лучше просто оставить. Да, я поищу на папнеди, потому что, по-моему, я находил относительный свежак, новое, прям просто что-то и искал относительно недавно, и находил. Так что посмотрите внизу, может быть, будет эта ссылка по группам крови. Но мы здесь зафиксируемся, что да, по препаратам, еще могу сказать, что, конечно, видеоблог я веду давно, иногда просят протестировать какой-то препарат, что-нибудь присылают, я размещаю ссылку, понравилось мне или нет. Честно, размещаю всегда честно. Недавно был, соответственно, контакт. А тебе какой смысл? Ты же врач, тебя не знаешь, сам Бог велел. Да, я писал, недавно мне прислали Оксану, там таблетки все развалились, я так и написал. Она рабочая, но это порошок. То есть, поэтому, если что-то присылаете, ради Бога, я посмотрю, но я честно говорю, что это, если они, порошок, например, я это и не скрываю, но смысл. Если уж мне прислали вместо таблеток порошок, то что говорить вообще. Вот. Что я хотел сказать, что я пробовал, всякие миксы, впрочем, никогда у меня не было ни температур, ни аллергии. То есть, даже всякий экстрим, это вот прям очень давно было, Андрей меня помнит еще вообще, я сейчас хотя бы хоть на человека похож, Андрей помнит меня прям вообще. На человека, на человека. Какой-то сгусток какого-то сущего дела. И, соответственно, как бы в то время там тоже наши общие знакомые там давали какие-то вещи, попробовались, но никогда не было, то есть, побочек каких-то я не чувствовал. Ну, я имею в виду, чтобы температура, что-то еще. Я тоже связываю. У меня очень много, у меня полдневника с температурой связано. Вот если бы я сейчас вернулся, возвращаемся к нашей теме, чтобы я себе посоветовал, это исключить эти препараты, которые вызывают температуру. У меня их было много-много, я кучу перепробовал тоже. Появляется какой-то там в Самаре дилер, который говорит, вот новый препарат, хорошее качество, все делали, нет температуры, точно не будут, шишки точно не будут с температурой, нет, на, кубик сначала сделаю, на следующий день как полжопы надует все, температура ломка ужасная. И это уже, если шишка возникает большая, то это не день, как с установленной историей была, а 4-5 дней. И тренироваться невозможно. Ну, я все равно же, я тренировался, но приходилось пить ибупрофен, двойную дозировку, чтобы заглушить все и после этого идти на тренировку, а после тренировки опять пить ибупрофен, чтобы не отлавливаться потом вот так вот. А ибупрофен, это все-таки ЖКТ. Да, конечно. Ну, вот я его за свою жизнь выпил, вот, блин. Я вот сейчас вот прям без привлечения скажу, если вот взять такую двухсотлитровую бочку, я думаю, что она наполовину была бы заполнена. Двухсотлитровая бочка. Ну, чуть-чуть силе. Вот у меня сколько вот, в 2006 году я начал применение, да, и вот в 2019 году, ну, ладно, скажу, в 2020 году я ушел из большого спорта, потому что я все еще форму-то держал. Я третий раз в 2019 году выиграл Мистер Вселенной среди профессионалов, и в 2020 году я делал форму еще лучше, но пришел ковид, все закрыли, выезд за границу запрещен, все. Я форму держал, надеялся до последнего, но так и не было. В 2022 или 2023, по-моему, в 2022 году у нас именно в моей федерации ВФФНАБА открыли границы, ну, в смысле, не границы открыли, а сами соревнования. То есть спортсменов приглашали, но из-за того, что этот карантинный режим, понимали, что участников будет из стран немного, соревнований, то есть отменяли, и в следующий год теперь вот такая история была. Окей, смотри, еще один такой момент, я, что предлагаю сделать. Очень много вопросов, даже мне в личку писали после нашего первого выпуска, про некоторые, наверное, самые известные препараты, может быть, мы можем узнать твое мнение. Один из первейших препаратов, это, конечно, метан, как ты относишься в целом к метану, и плюсы-минусы его. Я считаю, что это не нужный совершенно продукт. Я вот сейчас, вот только что, блин, вот каждый день я это слышу. Сейчас я с физкультуры приехал с работы, вот переодеваюсь, слышу, пришли студенты, и один говорит, сейчас бы мне метан, я бы сейчас вам всем показал, что тут как. Блин, и вот такие разговоры каждый день. И сейчас, что самое слово, это метан, среди школьников, даже среди школьников, студентов, студентов Ладовича, школьники. Вот. Я считаю, что лучше сразу, все-таки, если пробовать оралку, тогда это, ну, край Туринабол, аксандролон, уже будет хорошее начало. Но если взять, мы тренируемся в Натураху, добавляем креатин. Плюс 5 килограмм можно прибавить, плюс 5 килограмм, мышечной массы. там с водичкой она будет, но тем не менее. Если соблюдать правила, режим сна, режим питания, и восстановление. Все, питание у нас, добавляем креатин, плюс 5 килограмм, ну, плюс-минус, конечно, если вот такой хоббит, если такой будет человек, конечно, он 5 не наберет. Но вот я с первого курса, я вот так называл, первый курс креатина, я набрал ровно 5 килограмм. У меня тогда вес был 81-82, и я стал 87 весить, ровно через месяц. Это на скудном питании, причем сон у меня был, в принципе, хороший, но питание в те времена был твор, как я уже рассказал. Да, первую часть я же рассказывал, так что метан нет, прямо отлетает сразу. Если брать по эффективности после креатина, креатин хорошая, сильная добавка, я говорю, если соблюдать 3 условия, это питание, сон, отдых. После креатина самая лучшая фарма, безопасная вообще в любом плане, это у нас оксандролон, все, а навар. Блин, я прям видео снимал и всем говорю, детей им лечат, он еще и по побочкам очень лает. Как же, детям рахит, рахит, дети, собирающие рахит, прописывают оксандролон. Он для этого и придуман. Да, тоже очень люблю. Очень безопасный препарат, хороший, я его использовал, когда на мостике, у меня вся мышечная масса сохранялась только оксандролон, я пил в дозировке, ну, естественно, после 750 теста у меня было 30 миллиграмм, не 40, не 50, 30 миллиграмм, месяц, полтора, или я там, мостик у меня был, у меня все держалось, силовые, все-все-все удерживалось, на оксандролоне, а кто-то говорит, оксандролон, ты что, ладно, смеешься что ли, типа, там даже, ну, вообще, то есть, ноль, полный ноль, я говорю, нет, это не так. я еще, знаешь, с чем сталкиваюсь, многие берут реально подделку, пусть, абсолютно нулевый, это, сейчас чуть-чуть отвлекусь, то же самое, как от Трибус, у Трибуса, Трибуса, есть вершки, есть корешки, есть такой мультик, когда этот, кто-то там, медведя обманывал, сначала картошку вырастил, он ему бату отдал, тот говорит, ты чем меня накормил, а там надо было картошку, ну, картошка же, это корешки, и здесь то же самое, у нас Трибистан, это корешки, не вершки, и производитель не обманывает, когда он пишет, Трибистан столько-то процентов, но он там вершки использует, которые не работают вообще, и если такой продукт покупать, конечно, он никак не отработает, вот, а самый проверенный, это аптечный препарат, Трибистан, именно, не Трибус, а Трибистан, там прям вот гарантированная будет отдача, он сейчас, правда, стоит 200, там и пишет, корень якорца, в составе, 2200, цена у него, но он стоит этих денег, тот говорит, дорого, там, что куда, зато он рабочий. Я прям на нем работаю, я с тобой абсолютно согласен, то есть, я когда, ну, я же отвечаю за, как бы, результат, который мне нужно показать, поэтому, меня спрашивают все, говорят, а почему у нас такой Трибулу стоит, там, 6000 рублей, мы за границей, с Турцией, где-то заказывали, я говорю, я не знаю, я не могу вам ничего сказать, то есть, и ругать, как бы, не могу неизвестную мне фирму. Ну, недавно мальчишка тоже, вот у меня спрашивал, говорит, Андрей, что вот делать, у меня тест низкий, очень хочу на ГЗТ, я говорю, нет, подожди, дорогой, сколько лет, он 38, я говорю, поднять надо Трибулс, попей, только не Трибулс, говори, а Трибистан, отправляю ему все, он в аптеке, говорю, он такой, что дорого, и присылает, начинает мне прислать фотки аналогов, и это Трибистан, такой, Трибулс, точнее, такой, другой, третий, я говорю, я их не знаю, что там, он говорит, да вот пишут 90%, я говорю, написать можно что угодно, вот это проверено, я лично знаю, я за него могу поручить, что у тебя будет 100% результат, минимум 6, а то и 10 тысяч, разочаруешься, еще время потратишь только, и ничего не получишь, и скажешь, да это все говно, ты мне посоветовал, херню. Я, наверное, может быть, даже вырежу, потом сейчас важный вопрос, это из моих других видео, фактически, тебя будут смотреть, вот люди, которые, ну там уже писали, это вопрос, там, наверное, 30-40% моих зрителей, мы этого постоянно касаемся, сейчас очень модно ставить гонадотропин на протяжении курса ПКТ и практически от него отказываться в какой-то непонятный момент, когда уже человек, ну типа, типа когда-то потенциально закончил восстановление, таким образом, у нас получается, если человек, ну вот посчитаем там 3-4, даже условно месяца на курсе, потом у него еще ПКТ, он гонадотропин продолжает, практически он будет полгода на гонадотропине, твоем мнении. Полгода на гонадотропине, нет, 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 у нас идет во время курса, ну это мой опыт, и он не придуман, как бы я его не эксперимену в качестве эксперимента. Не договаривались даже с тобой, подчеркнем сейчас, не договаривались. Нет, я не про то говорю, я хочу сказать, что когда я делал гонадотропин, и это была там не моя какая-то выдумка про то, как ты его используешь, а я общался именно со спортсменами, не читал я ни подмет, ничего не читал, со спортсменами, как используют. И все как один, элитные спортсмены, которые достигли высот, которые долго выступают, ни раз, ни два вышли, и все, и потухли, пропали. Схема самая адекватная, периодами ставить, если курс длинный, если брать короткий курс, вот 3-4 месяца, то можно делать раз в неделю на протяжении курса, можно делать, а можно и так и не делать. Я делал... То есть это не обязательно? Не обязательно, нет. Тут надо смотреть прямо на, ну скажу буквально, на свои яйца. Если они в размере не уменьшаются, делать не надо. Знаешь, для меня сейчас он заделал такую тему, живая, потому что он для меня заделал, и я сейчас пытаюсь, у меня столько эмоций сразу вылезло. Вот. В общем, как я делал? Раз в неделю я колол ганантропин на протяжении курса. Подчеркнем, курс профессиональный, но как минимум он не 3 месяца шел. Вот, на протяжении курса это было 3 месяца я колол ганантропин раз в неделю, потом 3 месяца не колол, вот такая схема была. А вот эти 3 месяца, которые ты не колол, курс длился? Как же, да. Да, то есть, это профессиональный, подчеркиваю, курс, когда уже 6 месяцев получается, да, его общая сумма, и все-таки это использование там, ну все-таки не 250 цепианатов в неделю, насколько я понимаю, то есть, мы уже уходим от лечебных влаги. 500-700, да. Да, то есть, это уже курс профессионального культуриста. Да. Ну, а сейчас просто проблема в том, что люди прямо ко мне попадаются, приходит вот этот человек, но он 4 месяца ставит гонадотропин несколько раз в неделю. Как? Зачем несколько раз в неделю? Так советуют очень известные, ну опять же, мы не будем ругаться на блогеров, на других, ну известные блогеры. То есть, советы дают такие? Да. Гонадотропин делается раз в неделю, 1000 миллиграмм дозировок, все, раз в неделю. Это железное правило, не только мое, я говорю еще раз, многих атлетов, элитных, элитных атлетов, кто и выступает уже много-много лет подряд, не так, что там раз-два, вот, раз в неделю. А потом, когда заканчивается курс на ПКТ, идет уже тоже так же, раз в неделю, 4 недели, все. Ну вот смотри, если человек не профессионал, у него небольшие дозировки, он может быть делает вообще с целью попробовать. Мы можем сказать, что если у него будет короткий курс, какими-то дозировками, там, 250 тестостерон, допустим, или вообще там, Оксандралон решил проесть в соло, ему может вообще можно особо не делать, а идти на ПКТ сразу. Оксандралон, погоди, только Оксандралон в соло идет? Ну, допустим, мне, да, вот у меня очень много таких пациентов, они говорят, ну, прочитали Оксандралон, вроде как, вот самый безопасный препарат, мы его 3 месяца проели, или 2 месяца. После этого ПКТ не делал, нет, они делают ПКТ, ну, обращаются уже запрос ко мне сделать им ПКТ, но они кололи попутно гонадотропин, да, то есть, оправданное употребление гонадотропина такое, на таких слабых курсах. Погоди, если у нас идет Оксандралон в соло, это даже не курс. Да, да, вот в этом и вопрос, что там такие дозировки, гонадотропин здесь не нужен. Ну, вот я про это же, то есть, вопрос был в этом, да, что там такие называются, вот подходы, и так щадящие максимально. Да. Ну, что там будет, конечно, ну, если вы особо мнительным людям, я считаю, что можно будет проделать раз в неделю тысячу миллиграмм, три инъекции, все, и опять же, это не обязательно, не обязательно, просто для собственного успокоения, да, да, ну, вот я абсолютно согласен, я уже это видео в других снимал, мы даже, заметьте, не договаривались, вы полгода назад смотрели мои видео, приходит профессионал, говорит, видео, все равно встречаю там, человек, который только понюхал тестостерон, подержал в руке, пошел себе ставить пять тысяч в неделю, они же сейчас по пять тысяч еще продаются. сейчас у нас. Окей, окей, скажи, пожалуйста, вот, соответственно, еще одна популярнейшая вещь, такая, соответственно, мы уже с тобой это проговаривали, но здесь вот хотелось бы полностью проговорить твое мнение, разумные дозировки гормона роста, как непрофессионал, вот начиная от девочек, которые стремятся себе сжечь жир, и, соответственно, заканчивая профессионалами, культуристами, и вообще вот все твое мнение, весь подход к гормону роста, стоит, не стоит, и сколько, и что может сдать, там посмотреть? Как это общеизвестно, что гормон роста у нас провоцирует повышение уровня сахара в крови, вот, это сразу у нас идет риск возникновения инсулинорезистентности, и этот риск очень оправдан, потому что именно у меня случилась такая беда, проблема, инсулинорезистентность я себе заработал, ну, долго у меня организм держался, дозировки были большие, у меня были прям большие дозировки. Подчеркиваем, большие дозировки выше 5 единиц, ну, 100%. Да, у меня были дозировки, у меня был спонсор, гормон роста у меня, меня снабжали гормоном роста, и дозировки были 10 утром, 10 вечером. Ну, чё себе, серьезно. Были такие дозировки, на протяжении 3 месяцев делился курс гормона роста, потом нужно делать было обязательную паузу, потому что уже шли необратимые изменения. Однажды у меня была история такая, что в 2012 году решил я поделать по 10, думаю, ну, ладно, снижу дозировку, поделаю по 10, 5 утром, 5 вечером, и через полгода, даже, наверное, через 5 месяцев случилось то, что как раз вот инсулин, я не понял, что со мной происходит, я утром просыпаюсь, я как будто не спал, у меня как будто, вот я ночью вагон разбужал, как такое есть выражение, сил нет вообще полное, силовые упали очень сильно, я там, например, жим ногами был 550, я жать стал 200, прям 200 было точно так же тяжело, думаю, да что такое со мной, аппетит полностью пропал, ну, 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 понятное дело, что что-то ненормальное, я стал бить тревогу, не понимал, что делать, и мне посоветовали одного врача, тогда еще эндокринологов, прям, я как-то вот не знал, кому идти, вот, пошел в частную клинику, вот, проверил у меня поджелудочную железу, восстановление у меня заняло, ну, в принципе, тогда я испугом отделался, восстановление заняло всего месяц, причем попил я элементарно это полын, и использовал еще, я так скажу, это массажный массаж, я это назову, в общем, работа по этим точкам, по биологически активным точкам, ходил к одному человечку, он мне все это массировал, активировал, и процесс пошел, 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 я потом после этого что-то гормон роста долго не использовал, прям побоялся, но потом снова страх пропал, и дальше вперед. Я для зрителей немножко расскажу, те, кто часто смотрит мой канал, я снимал видео про Амсад, вы так можете забить, посмотреть, один из аналогов прибора, который рассказывает Андрей, ну, так что, вот, кто-то, если заинтересовался, насколько это работает, прочее, также мы рассказывали про биологически активные точки, немножко с врачом-неврологом, как это работает, но это действительно может... Тема рабочая, я говорю, у меня поджелудочное восстановилось полностью, без применения лекарственных препаратов, полынь, все, и активация. Да, просто тут другой вопрос, что очень часто, как мы сейчас приводили пример с корнем якорцев, и, соответственно, со всеми остальными, не всегда есть специалисты, которые могут довести тебя, иногда дается эффект, но он очень слабый, то есть специалист еще должен уметь дать яркий эффект, здесь очень много на интуиции, на собственном клиническом опыте. Два невролога сработают совершенно по-разному, один все запустит, другой, к сожалению, он будет, может быть, хорошим диагностом, но практически не сможет этого делать. Но это так для зрителей, чтобы не писать нам, потому что многие такие, ой, чего вы, зачем вы все это делаете, эту странную медицину, нетрадиционную, а нет, а нет, все имеет место быть, иначе бы она не была у нас в госуниверситете, как бы официально, да, эту вакансию, и существовала ординатура, вот, ну да ладно, продолжим, окей, смотри, еще один препарат, о котором очень редко говорят, и насколько я, если припоминаю, где-то даже у тебя были комментарии о нем, я хотел, чтобы ты подробнее рассказал, это, соответственно, примбалон, да? примбалон второй препарат, я так скажу, не по действию, он тоже сильнее, потому что инъекции можно сделать больше, все-таки, аксандролон не будешь ложками есть, да, терпать горстями, а примбалон можно довести дозировку, это значительный, вот препарат очень хороший, тоже он разрабатывался для больных людей, пациентов, где рахитом, там вплоть до лечения диабета, я могу сказать, встречал исследование, даже, по-моему, предпубликовал в своем видео про примбалон, но интересно твое мнение, препарат очень хороший, я его использовал на мостах, именно на курсе, я его не использовал, только потому, что он был дорогой, он сейчас... чтобы почувствовать его, надо использовать, твое мнение, как профессионала? 200, а 200 работы уже начинается хорошая. У нас есть от профессиональных культуристов совет, что грамм нужно, не меньше. Нет, нет, когда идет тестостерон, и к нему добавляется прима, но если человек кривяный, вот нахуй, что поднять, такие есть, много таких, я ничего не чувствую, таких прям дохера, еще советы дают, таких дебилов много, к сожалению, советы дают, еще раз говорю, нет, он реально чувствуется, и в силовых, и в аппетит лучше становится, и самочувствие улучшается, работа начинается, даже от 100 миллиграммов начинается работа, 200 уже прям реально ощущается, и дальше, дальше выше, но у меня максимальная доза была 400, это было на мосту, вот, силовые на мосту были больше, чем на курсе, но там, конечно же, у меня тренировки были чуть покороче, вот, подходов было меньше, например, один рабочий подход, только пирамиды, иду, я и один рабочий подход, и у меня все равно силовые были выше, чем на курсе, бывали такие моменты, ну еще психологические, конечно же, тоже разгрузка влияет, правильно, когда на курсе их, фигачишь, фигачишь, все, у тебя это одна цель, а тут, когда раз, расслабился, вроде тренировки, маленько полегче стали, в том плане, что объем убавился, силовые растут, но это при грамотных тренировках, опять же, ну, от себя могу сказать, что, например, у меня был опыт применения, ко мне обращался человек с ВИЧ-инфекцией, там он и занимался, и ВИЧ-инфекцию нашли, были оппортунистические инфекции, ну, подселялись попутно, когда, вот, ослабевает иммунная система, мы вышли на положительные, соответственно, результаты в плане здоровья, и плюс он тренировался тоже, ну, дозировку мы, правда, 300 поставили, но у него была тестостерона, СИО-250, он уже пришел на тестостероне, и нужно было немножко чем-то его еще подзавести, но это я к тому, что, ну, как бы, тоже, на мой взгляд, я здесь солидарен с тем, что он работает, по крайней мере, потому что есть мнение, что это вообще, как бы, пустое. Да, 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 есть знакомые ребята, и были, много было ребят, которые делали прям баланс соло, дозировки были 200-400, за 400 никто не вылазил, ну, во-первых, это дорого, все равно, прям баланс, самый дорогой препарат, а во-вторых, не было нужды, то есть, ко мне приходили ребята, которые были в форме, в неплохой, выступать им не надо было ничего, просто вот, нравилось там сотку жать, да, сотку они жали, больше жали на этом препарате, поэтому, вот, прекрасно, я считаю, что прекрасный препарат, я больше 400 не использовал, для меня это было дорого, даже со спонсорами, у меня все равно все денежки уходили на курс, покатать, какой-то был вот отдых, отдых там, один-два флакона прима проделаешь, дозировки 400 миллиграмм, и дальше на курс, вот у меня раньше мосты были только на приме, я делал полностью отдых, организму давал от андрогенов, вот и давал, в это время пил трибистан, а вот еще почему, у меня силовые не падали, и даже росли, потому что был трибистан, причем вот этот аптечный я пил, угадай, сколько я пил, пять? Больше? Десять? Да, ага, да, тут я не скупился, пил по 10 штук, на протяжении двух месяцев, у меня просто, у меня были ощущения, по-моему, даже как-то лучше, чем на курсе, это было как раз связочка трибистан, и примаполам, вот. Круто, круто, но как ты считаешь, по побочным эффектам, там уже сложно найти какой-то побочный эффект? Побочек нету, поэтому он у меня и был на массу, когда я чистил печень, все, добавьте пил, для восстановления печени, вот, гормоналка у меня восстанавливалась на Требистане, поэтому, я даже ганатотропин не использовал, ого, круто, вот, пожалуйста, дорогие друзья, все рабочие, нет в нужды, даже профессионалу не было в нужды, по 5 единиц ганатотропина, 5 единиц, 5 единиц ганатотропин, 5 единиц ганатотропин, нет, я такую дозировку ни разу в жизни не использовал, во-первых, такого препарата я не находил, это у нас он пригнил называется, что-то я, ну, мне не падал, сегодня я брал аптечный по тысяче, тысячу, максимально полторашка еще была у нас тоже, полторашку, раз в неделю, все, и то не всегда. А у тебя на данный момент опыта с бурселином не было никакого, может быть, готовился, кто-то не был опыта, ну ладно, мы тогда оставим, это я потом отдельно, будет интересно, сниму выпуск, уже зрители давно просят, ну, наверное, так мы подзакруглимся, по поводу фармакологии, сегодня, наверное, препарат, о котором нельзя не спросить, Нандролонда Канаат, все плюсы и минусы, актуальные дозировки, то же самое. Первый мой препарат в жизни, это был метан, как я уже в прошлой выпуске рассказал, да, второй как раз таки, Нандролонда Канаат, это пресловутый ритаболил, который всем известен, я сейчас не знаю, ранее всем известен, сейчас уже куча людей новых, которые даже не знают, что это такое, да, сейчас сложно, да, много, много школьников, студентов, которые, прямо почему-то, вот школьники-студенты, особенно, смотрят вот такие темы, вот, ну, что я хочу сказать, по нему у меня, вот на первом курсе, либидо было, вот говорят, что дедек дик, вот это вот, дурацкое слово такое, я его не люблю, типа, эрекции, эрекции наоборот нет, у меня была дичайшая эрекция, с него спать было просто больно, вот, ну, прям, все в плане эректильности, все было прекрасно, то есть, я не видел таких побочных эффектов, которые, например, некоторые описывают, вот, что еще, работоспособность тоже повышалась, сон укорачивался, ну, как от эстерона, все те же эффекты, просто заливало больше водой, и силовые росли сильнее, вот, из негативных, прям, вот, моментов, ничего такого не было, потому что я его делал еще четко, 26 лет не было, я еще был в самом рассвете сил, потом начались проблемы, знаешь, когда в 2000, начиная, сейчас скажу, ну, вот, в возрасте 31-32, первые проблемы ощутил, ну, это, опять же, не проблема, но это, в кавычках, так мы их назовем, это с лишней задержкой жидкости, потому что на фоне тестостерона, была дека и гормон роста, вот, из-за этого была большая задержка, жидкость, щеки, щеки, прям, вот, такие были, лицо опухшее все время, было, вот, и все, больше мне ничего перечислить, больше нет никаких побочных у него, ну, лично я не ощутил, там, в описании, конечно, можно прочитать целый столбик, ну, это, кому интересно, они выпускают могут, мы же разбирали эти инструкции, это все есть, зачем-то, на твоем, препарат хороший, я его использовал, первые, в первые разы соло, денег было совсем немного, я говорю, я только, вот, я была же история, да, в том выпуске, я рассказал о кроссовке, был выбор кроссовки, да, или банку протеина, я брал банку протеина, и ходил дальше в рваных кроссовках, ну, рваные условно, конечно, я не в трепе ходил, тем не менее, нужно было менять кроссовки, а я брал протеины, и ходил в старых кроссовках, все ради достижения цели, как говорится, вот, и, ну, не знаю, что сказать, вот, первые курсы были соло у меня даже, потому что не хватало денег, и никаких побочек я не ощущал, а, и ПКТ тогда я не делал, у меня не было денег на гонадотерапин, вот, первый самый курс, подготовка шла у меня, сколько, метан я поел 40 дней, потом отдохнул, что-то месяц или полтора, потом вот, ДЭКО, ДЭКО была у меня, тоже месяца полтора или два, тоже ПКТ не было, я просто отдохнул, отдохнул и все, но в те времена, конечно, организм был еще, так скажем, не искушенный, да, не заглушен ничем, свой тест хорошо работал, у меня, мне кажется, тест был, если брать вот верхние границы, мне кажется, он прям пробивал, вот так вот, тест был всегда у меня высоченный, может быть, еще из-за этого я не ощущал, я не побочек с либидой, там вот, так что, не знаю, что сказать. Скажи, пожалуйста, вот что, у нас есть глубочайшее, ну, мнение людей, кто так или иначе причастен каким-то образом, там, к спорту, тоже сложно сказать, что прям очень глубоко, значит, вот, у меня болит из разряда спина, ананас неясен, это всегда неясные диагнозы, почему болеть, спина, колено, локоть, я сейчас проколю на дролунда кнат и на этом, как бы, вот, позволит восстановиться. было, у меня тоже самое было, я раньше увлекался приседом, кстати, еще один совет, который я себе дал, убрать нахер присед, вообще, просто из жизни своей, забыть про него, страшный сон, нахер, именно, именно из-за приседа я себе зафигачил, у меня полный разрыв в менисках, на левом колене полный, частичный здесь, то есть, ну, тем не менее, я все равно, как бы, продолжаю, просто убрал приседы, но, это всегда были прям, ну, такие веса, тяжелые? веса тяжелые, работал с тяжелыми весами, ну, как тяжелые, вот, конечно, я не пароль лифтер, у меня максимум был 200 на 10, все, в хорошем приседе. Учитывая, что большая часть зрителей наших, это вот даже, я как-то опрашивал, больше 120 не приседают, все равно, это все-таки такой уровень. У меня был присед 200, и колени болели периодически, вот, дека позволяла, садишь на курс деки, добавляешь ее, и через две недели все полностью проходит, и я, все, блин, класс, опять прошло, все, я опять на присед лезу, опять на присед. Сейчас бы я этого не делал. Жим ногами, выпады, сгибание-разгибание, все, вот, хватило бы, есть еще прекрасный тренажер ГАК, там правильно выставил угол, чтобы минимальная была нагрузка, трение вот это, на давление на все, на наши связки сустава, и все, и вот, блин, вот да, ты мне сейчас напомнил, вот такой бы я совет себе, в первую очередь, тоже должен, и сейчас бы у меня более здоровое. То есть дека не помогла тебе, так скажем, грубо говоря, всю жизнь готовиться на этом приседе, и компенсировать. Да, все равно, пришел момент, когда у меня, когда у меня, кстати, диагноз мне это поставили, обнаружили, там уже не был мениск совсем, он в труху и стерся, вот как. А как решили, эндопротезировали все-таки? Ничего не делали, вот я так хожу без мениска. Ничего себе. Да, Да, конечно, но это больше травматологов, наверное, интересно. Но опять же, вот обратите внимание, травматологи, вообще лица причастные, там меня, коллеги смотрят, товарищи, вот вам, пожалуйста, пример, да, большая мышечная масса, то, о чем я говорил, пожалуйста, компенсируй. Антон Епифанов мне сказал, как только ты ноги бросишь качать, ты станешь инвалидом. Он говорит, ни в коем случае не бросай, говорит, да я вообще, у меня даже мысли таких не было, я угробу быстрее, чем я ноги перестал качать. Ну, это, это грамотно, это грамотно, вообще движение, это жизнь, в любом случае. Все, что не используется организмом, утилизируется. Да. Дорогие друзья, пишите нам комментарии, о каком бы препарате вы хотели узнать далее, также это может быть какой-нибудь, я думаю, не обязательно анаболические стероиды, мы можем обсудить. Я же, в любую тему, готов пообщаться. Да, вот, поэтому, пожалуйста, можете также любые темы написать, я не знаю, вплоть до фильмов, которые предпочитают Андрей, которые его мотивируют, вот, мы все обсудим, мне кажется, это тоже очень интересная тема. «Терминатор», свой фильм, который, который я, ну, меня замотивировал, я раз, раза два, три в год пересматриваю, именно с тем перемотчиком, с Гавриловым. Ну, да, ну, кстати, я вот не могу, сказать, мне кажется, что у меня так или иначе, тоже под настроение, наверное, не меньше двух, но это его можно, это же классика такая, это как, я не знаю, мне кажется, предыдущее поколение смотрит про баню фильмы, а я смотрю, как минимум, на Новый год, «Терминатор». у меня, у меня, у меня, кстати, почему-то, с Новым годом ассоциируется, напишите, с чем у вас ассоциируется фильм с Арнольдом Шварценеггером. Ну, что ж, дорогие друзья, мы желаем вам здоровья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и теперь уже да пребудет с вами Андрей Шокин. До новых встреч! Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов Mr. Universe WFF Korea 23 июня 2019 Сеул, Южная Корея Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов Universe WFF Азия 1 июля 2017 Сингапур Абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу WFF среди профессионалов 23 июня 2017 Германия Байрот. Получена карта профессионала. Абсолютный чемпион. Европа по бодибилдингу. WFM. 23 июня 2012-го. Германия Байрот. Абсолютный чемпион мира по бодибилдингу. НАББА среди профессионалов. 23 июня 2016-го. Италия. Чичина. Получена карта профессионала. Абсолютный чемпион мира. НАББА по бодибилдингу. 23 июня 2018-го. Италия. Чичина. Чемпион мира по бодибилдингу. «Набба» в категории «Классмен Пьянь».